Ваша сегодняшняя недельная глава называется «Азину. Внимайте!» Это книга Дворим, Второзаконие, 32 глава, с 1 по 52 стих. Вообще, эта глава, она говорит о песне Маше, о песне Моисея. Вся 32 глава, она говорит о его песне. Вы знаете, Моисей, он столько сделал для народа, да, он отозвался на Божий призыв, хотя ему было страшно, хотя он переживал, боялся, он спорил с Богом о том, что он не такой сильный, не такой талантливый, не такой, как Господь его видит, да. Он вывел Машея с Египта, он говорил, он оставлял, знаете, я скажу, что он многое что сделал. И, конечно, в последнее эта глава вообще говорит, знаете, что ему только осталось, наверное, в конце просто спеть. Знаете, сделал все, и думаешь, Боже, и тут только остается просто петь Господу. Знаете, иногда в каких-то сложных моментах надо просто петь Господу, прославлять Бога. Вот, поэтому эта глава посвящена, но это не просто была песня, это пророческая песня, это очень важное то, что заложено в этой песне. И Маше, он, то есть это песня про возглашение, это песня пророческая в жизнь еврейского народа, в будущее, так как эта песня пророческая. Вот, и, в принципе, его жизнь не заканчивается. Жизнь Маше заканчивается, и вот он перед смертью очень важный, знаете, в основном люди перед смертью говорят важные, важные слова, поэтому у него была песня. Итак, о чем эта песня? Первое, он призывает во свидетелей небеса и землю, и Маше взывает народу Божьему. Тут такие слова, да, помни дни древности, помни годы всех поколений, спроси у отца или у старца, да, очень важно нам спрашивать у людей, которые уже прошли какой-то путь, прошли какой-то отрезок пути, важно советоваться, важно советоваться детям, ну, сейчас они ушли, я думаю, что они будут советоваться с учителями, у родителей, да, как вот это, как устроен мир, как, почему так или так, то есть, да, или многие вещи, то есть мы должны, или как каждый из нас, он должен советоваться и спрашивать больше у старших, да, у старшего поколения, чтобы, для чего, чтобы не сделать никаких ошибок, поэтому в этой песне, да, вот в стихах тут заложено, что, да, спроси у отца твоего, и он скажет тебе старцев твоих, и у него укажут тебе, о чем, как Бог нашел в земле пустыны, да, народ и сделал их народом избранным, да, избранником, и наделил их, ну, именно благословенной землей. Второе, о чем эта песня, письма Ше также предостерегает о ловушке, которая таит в себе изобилие, ну, мы знаем, там, да, несколько мест Писаний, там, что ты, ты уточнил, разжирел, немного поправился, и забыл, да, то, о чем Господь, Он говорит. Также третий момент, это глава завершается повелением Всевышнего, к Маше, взойти на вершину горы, с которой Он только может посмотреть обетованную землю, но, к сожалению, может быть и к счастью, я не знаю, может, Маше молился, Боже, уже скорее бы с тобой встретиться, потому что, действительно, Он, ну, если посмотрите на жизнь Маше, Он, действительно, Он многое сделал, многое, Он пережил, многое сделал, поэтому, но Господь, Он сказал, что только посмотришь, да, как бы с горы, вот, ну, и там я тебя заберу. И вы знаете, я скажу, что здесь, возможно, не по вине Маше, хотя каждый человек, он ответственен, но на его жизни, и знаете, и иногда, может быть, старшие служители, пасторы, или наставники, или, ну, то есть, те люди, которые поставлены, чтобы помогать вам, они, может быть, некоторые вещи, может быть, они могли бы увидеть, или войти, но они, знаете, иногда родители тоже посвящают свою жизнь детям, да, они воспитывают детей, они вкладывают детей, они где-то огорчаются, где-то сопереживают, да, и потом приходит момент, знаете, может быть, не, это правильно, но иногда бывает, знаете, иногда может быть родители, там, мама или папа, ну, в основном, как бы, мамы, они больше ответственны за своих детей, папа так чуть-чуть в стороне, он только, если там сильно что-то нужно сказать, такое громкое слово там, да, он может сказать. Иногда, может быть, они, ну, посвящая время, как бы, детям, они все равно получат благословение от Бога, может быть, они в чем-то и не состоялись, и бывают такие мысли приходят, да, вот, если бы у меня, как бы, не было детей, там, да, или, может быть, было бы меньше детей, я бы, может быть, ну, встала бы вот этим, или бы, то есть, ну, может быть, жизнь была бы мне по-другому, С одной стороны так, но это цена, которую каждый родитель, каждая мать и отец, он платит за своих детей. Так само Маше, он заплатил цену за народ, хотя он хотел войти в эту землю обитованную, я скажу, и он не вошел не потому, что он был, может быть, такой сильно плохой. Написано, даже где-то есть в местописании, то, что настолько народ, ну, ему было сложно, потому что, ну, народ, он и раздражал, и Бога, и раздражал, и Маше, и та нагрузка, которая была, ну, на нем, она, возможно, ну, не позволила ему, знаете, в полноте что-то увидеть, но он все равно получит награду. Он все равно, он получит за то, что он довел их до этой горы. И, возможно, ту миссию, которую, поэтому не переживайте, если у вас огромная нагрузка, и, может быть, вы хотите что-то большее увидеть, но у вас есть то, за что вы ответственны, и вы получите за это награду. Итак, идем дальше. Поэтому третий момент, то есть эта глава, она завершается повелением Всевышнего, чтобы он зашел на гору, посмотрел с горы на землю обитованную, вот, и перед тем, как умереть. И для чего Бог, он напоминает народу о том, что он сделал. Я думаю, что для того, чтобы периодически, периодически вообще Израиль, он страдал такой духовной амнезией. Вот, ну, он забывал о том, что Бог, он сделал, да? Вот, и это описывается, то есть это видно, мы можем читать, как бы, да, но есть, не только в Израиле. Иногда мы, бывает, забываем вещи, которые, где Бог, Он провел нас, что Он помогал нам в чем-то, да, где-то Он носил нас даже на крыльях. Иногда мы забываем, знаете, иногда дети забывают какие-то вещи, которые ты делаешь, ты помогаешь, проходит время, они забывают. Поэтому есть такое, как бы, изречение, да, или как это, не поговорка, а такое слово, да? То есть повторение, мать учения, как бы, да? То есть, поэтому Бог, Он повторял народу Израиля о том, что Он сделал. Это очень важно. Он напоминал о десяти казней, об этих ужасных казнях, которые могли бы коснуться их, но они их не коснулись. Мы видим, какие были ужасные казни, да, какая была казнь ужасная последняя, десятая. Но ни одна из них. Написано, когда была темнота, сплошная тьма, что они даже не видели, там, на расстоянии сантиметров. У народа был свет, да, когда там погибали, ну, первенцы, у них все было хорошо, там, ну, многое-многое-многое. Саранча там поедало, там, египтяне просыпались от сна, там, и просыпались с жабами, там, которые везде все прыгали, там, это, тогда. То есть, это их не коснулось, вообще, их не коснулось. И Бог напоминал им о десяти казнях, забота в пустыне, как Он заботился, как Он вел их, как Он заботился о них, да, то есть, о том, что Он защищал, оберегал, там, да, то есть, ну, и так далее, учил их, это очень важно. И так дальше, в этой главе говорится, кроме смерти Маше, Маше был предупрежден Богом. О чем он был предупрежден? О том, что бунтарское поведение Израиля будет только нарастать после его ухода. И вы знаете, о чем это говорит, как важно ценить тех людей, которые рядом с вами. Особенно, помните, писание, да, то, что уважайте ваших наставников, да. Да, апостол Павел Равшауль говорит, что у вас много учителей, как бы, да, но все-таки отец есть, как бы, один, который у вас все-таки, да, то есть, очень важно. И вот Бог, Он все-таки это все предвидел, как важно, чтобы в народе Божьем был тот, кто будет вести, кто будет направлять. И вы знаете, люди иногда говорят, да, я, как бы, сам справлюсь, зачем мне, там, ходить на собрание, зачем мне, мой духовный наставник, это Иисус Христос. Знаете, и вот таких вот, скажем так, духовных людей, таких, которые ходят, и никто им не нужен, это неправильно. То есть, это правильно, об этом Писание говорит. Потому что, ну, мы не все можем предусмотреть, мы не все можем увидеть. И очень важно, чтобы мы возрастали в Боге. Это очень важно, чтобы есть был тот человек, к которому мы можем прийти, который может не только вдохновлять, но может исправить, может подсказать, может помолиться. Поэтому очень важно, и Бог говорит, что, Маше, ты уйдешь от этой земли. С одной стороны, возможно, это будет хорошо, но с другой стороны, народ Израиля, он просто, твой уход с земли, он просто уведет мой народ просто от меня. И это очень, как бы, печально. Потому, поэтому, поэтому, поэтому эта глава посвящена песне. И Бог поручает Маше составить песню и научить народ, чтобы она была постоянным напоминанием о праведном и милостивом характере Бога. И о том, и о их собственной ответственности за последствия своего бунта. То есть, эта песня, она действительно учит о том, что, знаете, мы интересно проходим подготовку к классу членскому, и там есть такие темы, что когда-то дети там, да, то есть, они выходят под контроль родителей, да, то есть, или там, ну, еще что-то. И очень важно научить, и как написано, став юношу в начале пути, да, и он не уклонится. И вот эта песня, как бы, да, то есть, она составлена в том, чтобы народ Божий он помнил. Конечно, не всегда будут с тобой наставники, там, да, отцы, то есть, ну, но это позволит тебе помнить, кто такой Бог, о Его милости, о Его чудесах, о Его заботе, также о Его где-то строгости, если ты будешь уходить от Его слова. Другими словами, Маше должен был научить этой песне Израиль, чтобы народ никогда больше не смог и дальше оправдаться своей забывчивости. Поэтому классно, когда мы поем песни, да, вот мы прославляем сегодня Бога. И мы поем песни о том, что Господь нас любит, о Его заботе, о Его милости. Мы поем песни о Его защите, о том, что Он, ну, наш обеспечитель, да, о том, что надейся на Него, как бы, тебе будет все хорошо. Знаете, когда, помните, Павел и Сила были в тюрьме, они могли научать и поучать друг друга, они могли там, ну, не знаю, Павел немножко был более духовный, он мог там учить силу всяким учениям там духовным и так далее. Но они просто прославляли Бога. Я думаю, что это хвала Богу, она, там не написано, о чем они пели, но я думаю, что они пели просто о доверии к Богу. Что даже если мы находимся здесь, помните, есть такой там псалом, да, там, если даже, там, виноградная лазанья даст плода, там, и овец взаконен, я все равно, я буду. Я думаю, что вот такая была песня. Вот мы сидим в темнице, все так плохо, все так тяжело, но Господь, Он с нами. И они пели эту песню, и мы увидели, видим, что произошло, да, Господь пришел, отворил темницу, оковы упали и так далее. Поэтому, также конкретно к этой песне, в самой песне есть три куплета. В первом подробно описывается Божья праведность, Его достойные хвалы, характер и верность в выполнении своих заветных обязательств перед народом Израиля. То есть это Второзаконие, 32 глава, с 3 по 4 стих. И тут написано, имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. То есть это первая часть, она говорит о праведности и о характере Бога. Второй куплет, вторая часть в этой песне говорит о будущем, то есть то, что Израиль, он как бы отойдет от Господа. И тут возбуждение Божьего гнева. И написано, да, и уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями своими разгневали его. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. И помните, да, мы говорили, что Бог сказал Моисею, что после твоей смерти, то есть народ, он отойдет, как бы это были слова именно пророческие. И пророк, также, Захария. И третий момент, очень важный, он, последний, он говорит о том, что придет Божий суд. Пророк Захария предсказывает исполнение песни Моисея. Это Захария, 12 глава, третий стих, да. Это именно, он говорит именно о песне тоже Моисея. И в последние дни, когда все народы земли соберутся против Иерусалима. Вот. Но также есть именно торжественная часть после всего этого, после пройденного пути, о том, что придет избавление. Придет все-таки избавление от Бога. Это очень важно. Конечно же, столько времени ты ходил, ты уходил, Бог учил, наставлял, но придет избавление. Бог не отрекается от своего и не оставляет своего народа. Потому что Бог снова доказывает, что Он достоин славы и служения. И это Второзаконие, 32 глава, 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом Его, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою и народ Свой». Это говорит о том, что Бог освободит Свой народ. И даже используя как бы язычников, Бог все-таки прославит Свой народ. И Он исполнит Свой план искупления для Израиля. Через Его милостивое вмешательство и излияние Его Духа Израиль однажды возрит на Него, которого пронзили. Об этом также пишет Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излиют Дух благодати и умиление, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И более, чем когда-либо, это судьбоносное время, мы все любящие Бога, знающие Бога. Писание говорит о том, что мы должны действительно просить мира и шалом Иерусалиму. Бог все равно вернет Свой народ к Себе. После всего, то, что Он прошел, то, что Он был где-то в бунте, в непоминовении, Бог все равно возвратит. И об этом пишет Писание. Это об этом пишет Псалм 121, я сейчас не буду его зачитывать. Особенно молиться о том, что Израиль пришел к познанию, к познанию Бога. Поэтому вот такая вот глава песни, пророческая песни о том, что Бог милостив, Он любящий, Он сострадательный, о том, что будет время, когда Моисей уйдет, и народ отступит от Него, но в конце Бог все равно вернет Свой народ к Себе, и прославится, и прославит Свой народ, и Бог будет в этом прославлен. Поэтому в этой главе Бог призывает молиться и благословлять народ Божий и Израиль, Эриц, Израиль и Землю. Пусть Господь вас всех благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok